Здарова, чуваки! Наверное, каждый из нас на собственном опыте ощутил всю прелесть токсичного ЧСВ комьюнити доты, которая из года в год становится всё опаснее для психики адекватного человека. Как игрок, который отыграл больше 5000 часов и бывал на очень разных рейтингах, но везде видел одно и то же, я решил провести расследование и поискать причины такого поведения. Не забывайте застанить автора лайком и ультануть подпиской. А мы начинаем! Специально для вас я подготовил сводку терминологии, доподлинно описывающую все причины токсичного поведения в доте. Предлагаю с ней ознакомиться. Конкурентность Дота – это высококонкурентная игра, которая требует командной работы и координации для достижения успеха. Такая конкурентная среда при наличии любого дебильного мува со стороны вашей команды или вас, может привести к сильным эмоциям, разочарованию и критике. Когда всё идёт не так, как планировалось, отдельные особо впечатлительные люди могут начать быстро закипать, потому что что-то мешает их победе, что может выливаться в действительно серьёзную токсичную игру. Анонимность и безнаказанность Анонимность в интернете часто позволяет людям вести себя более агрессивно или грубо, чем если бы они вели себя в жизни при личном общении. В доте игроки могут оставаться относительно анонимными, ведь никто не может достать тебя из-за монитора и набить ебало за то, что ты пошёл фидить или сказал, что думаешь про мать тиммейта. Не опасаясь последствий в реальном мире, данный факт повышает градус токсичного поведения. Фрустрация агрессивного поведения Есть такая штука, как гипотеза фрустрации агрессивного поведения. Эта теория предполагает, что когда цели блокируются или желания не исполняются, это может привести к агрессии. Учитывая соревновательный характер доты, игроки тратят время и усилия, стремясь к победе. Когда этой цели мешают неудаче или предполагаемые ошибки товарищей по команде, разочарование может подпитывать токсичные реакции, как способ выплеснуть свои чувства и накопившуюся негативную энергию. Теория социальной идентичности Эта теория объясняет, как индивиды получают часть своей самооценки от членства в группе. В доте игроки формируют команды и идентифицируют себя с определенными уровнями мастерства. Когда работа команды оставляет желать лучшего, некоторые люди могут прибегать к обвинениям и ругательствам в сторону товарищей по команде в качестве защитного механизма для защиты своей невероятно высокой самооценочки. Когнитивный диссонанс Это психологическое явление возникает, когда люди испытывают дискомфорт из-за противоречивых мыслей или действий. Когда игрок играет на троечку или совершает ошибку, он может почувствовать когнитивный диссонанс между представлением о себе как о крутом игроке и своими реальными результатами. Чтобы устранить этот диссонанс, данные индивиды перекладывают вину на других с помощью токсичного поведения и публичных оскорблений за малейшую оплошность своего тиммейта. Эффект стороннего наблюдателя Это явление возникает, когда присутствие других уменьшает индивидуальную ответственность за вмешательство. В сообществе доты токсичное поведение может быть заразительным. Когда один игрок начинает проявлять токсичность, другие могут присоединиться к нему или терпеть, ну или начать в такой же грубой форме отвечать из предположения, что кто-то другой к ним присоединится и попустит одну из сторон. Склонность к подтверждению Люди склонны искать информацию, подтверждающую их ранее существовавшее убеждение. Игроки могут выходить на матчи с негативным настроем, ожидая плохой игры от товарищей по команде. Когда это ожидание оправдывается, они могут переоценивать ошибки и игнорировать позитивный вклад, усиливая свой негативный прогноз на игру. Социальное обучение Да, это довольно абстрактный пункт, но тем не менее стоит послушать. Люди учатся поведению, наблюдая за другими. Новые игроки могут стать свидетелями токсичного поведения опытных игроков или популярных стримеров. Это воздействие зачастую приводит к нормализации такого поведения у новых кадров данной помойки и повторению токсичных сценариев уже у них. Гипотеза катарсиса Данная гипотеза предполагает, что выход негативных эмоций может привести к снятию напряжения. Игроки, испытывающие разочарование, могут воспринимать токсичность как способ снять накопившийся стресс и на мгновение почувствовать себя лучше. Усиление приверженности Чем больше кто-то вкладывает в ситуацию, тем труднее ему становится отстраниться, даже если это непродуктивно. Игроки вкладывают время, энергию и эмоции в матчи. Когда матч начинает идти наперекосяк, игроки могут расстраиваться при мысли о напрасной трате своих инвестиций, что приводит к токсичным неконтролируемым реакциям агрессии. Думаю, теперь вы понимаете, дота никогда не изменится. Потому что причина кроется не в ней, а в нас самих. Человеческая природа сама по себе никогда не позволит нам построить адекватное и взаимоуважающее конкурентное сообщество. Напоминаю о ценности ваших лайков и подписок. А с вами был Илья, не будьте токсиками и всем удачных каток.